Народ, всем теплый привет и горячий, здравствуйте! Я продолжаю серию роликов, где тестирую беспроводные наушники, и последние две недели таковыми стали OneMore, а именно OneMore ComfoBuds и OneMore ComfoBuds Pro. Многие из вас впервые слышат о такой компании, но на самом деле на рынке они довольно давно, а не слышать мы могли о них по той причине, что когда-то они занимались выпуском звуковой электроники для других компаний, той же Xiaomi. Может кто помнит знаменитый Piston, вот их сделала как раз таки OneMore. И почему они меня так заинтересовали? OneMore всегда были как Xiaomi в свои лучшие годы, дешево и качественно. Но так ли это до сих пор? Так ли это сейчас? Вот это я и хотел проверить. И так как время уже прошло, я вам могу сказать, что есть кое-что, что в них даже лучше, чем в AirPods 2. Стало интересно? Без лишней жижи? Поехали! Скажу сразу, у меня немножечко мышца застудилась вот здесь вот, поэтому буду сидеть как истукан. Но надеюсь, что никому не помешает. Основной момент в том, что я буду в большей степени рассказывать про Pro-версию, а обычная будет уже идти за ней паровозиком. Сразу же по цене. Прошки на Алике стоят за 100 долларов, обычные за 40 баксов. Разница есть много в чем, но самая основная в том, что это у нас вакуумные, а это вкладыши. И первым делом, когда я только распаковал наушники, особенно Прошки, я охренел с комплекта. Да, есть кабель Type-C. Супер, хорошо. Далее амбишуры. У нас несколько вариантов для каждого уха прекрасно. Но заложу я, значит, в коробочку, а там у нас в коробочке есть чехол для кейса, причем просто невероятного качества. Это такая, знаете, матовая резина. Толстые, сидят отлично. Я уверен, такой купить вряд ли получится. И мешочек. К сожалению, извините меня, вы можете разорвать меня в комментариях, но я забыл мешочек в других шортах. Поэтому на видео его не будет. Просто, знаете, он с хорошего материала, беленький, все супер, все круто, он есть. Это хорошо. В обычной же версии ни мешочка, ни чехла на кейс нету, только кабель и амбишуры. Ну, и этого для этой цены достаточно. Дальше, с чего я долго получал удовольствие, это качество и самих наушников, и кейса. Они однозначно, ну, как бы это подобрать, охрененные. Вот даже добавить нечего. Это надо держать в руках, чтобы понять, но скажу так, что на 100 долларов тянет однозначно. Но давайте уже о главном. Первое, что нам зачастую интересно, это автономность. Ну что, начинаем замер автономности ComfoBuds Pro. Сейчас ровненько 100% в обоих ушах. Поехали. По прошествию двух часов 45 минут было минус 30% на каждом ухе. Ну что, этот пятый час, как я просто непрерывно и по музычке, и час в Телеграме поболтал, и полчаса именно по мобильной сети. И в данный момент у нас 40% на одном, на втором сети. Это сейчас сбоку еще и скриншот. Прикреплю. 34 прошло, ну сколько, больше 60 часов. И вот осталось играть один наушник. Правый полностью сел. Здесь чуть меньше 10%. Так что я думаю, что их автономность приличная, как минимум. Так что автономность однозначно является их хорошим плюсом. И чтобы не загружать вас в такими же видосами про обычную версию, я их подснял, но понял, что это будет все растянуто. В общем, их автономность чуть-чуть хуже. Незначительно, но хуже. Отдельный момент в прошке это шумодав. История какая? Еду в метро. Ну, слушаю книгу и думаю, да как бы так себе. Ну, что-то вроде слышно, вроде даже неплохо, если аккуратно там прислушаться. Но тут меня посещает мысль, а что если шумоподавление активное? Это был первый день использования, я не успел ознакомиться с их спеками. И по стандарту у всех таких наушников шумоподавление включается с сжатием сенсорной клавиши или физической клавиши, если она физическая. Что логично. И тут я зажимаю сенсор и понимаю, что да, шумоподавление все, этот момент не играло. И теперь вот шумодав включился и я понял, что да, шумодав у них хороший, он есть. Прослушивание метро, шумные места, все просто прекрасно. Единственный один был момент, когда я ехал в маршрутке. Есть такие водители, которые включают на всю свою любимую музычку. В этот момент это был шансон. И там шумодав, ну, просто не справился. Ну, как-то так. В обычной версии шумоподавления нет, но это и логично. Дальше момент это приложение OneMore. Вы можете настроить управление с наушников, обновлять их, настроить датчик, например, чтобы музыка при снятии наушника останавливалась, а когда одевалась, воспроизводилась. Или не воспроизводилась. В общем, выбирать вам. Ах да, управление. Я считаю, что это прекрасное решение. То есть, вот я одеваю наушник. Как происходит сенсорное управление? Не на основном блоке, а на ножке. То есть, случайно нажать не получится. Щелкать по ножке куда удобнее. Так же я делаю и на AirPods 2. Это, кстати говоря, относится как к Pro-версии, так и к обычной. Единственный момент, что в обычной версии в приложении нет настройки управления по удержанию. Только по тап и двойной тап. А, вообще я хотел показать, как прошки достаются с кейса. Это очень интересный момент. То есть, вам не нужно ковырять сам наушник. Вы просто нажимаете пальцем на ножку, они приподнимаются, и вы с легкостью достаете наушник. По-моему, тоже интересная задумка. Вообще, в этом плане, ну, их жизни в кейсе вопросов нет. Сидят намертво, достаются удобно, кнопка сброса на виду, крышка не люфтит. Все супер. Прошки очень громкие. Прямо моя душа была рада и спокойна. Вообще, в целом, я уже говорил неоднократно. Я не разбираюсь в звуке. Я могу дать свой отзыв, как рядовой слушатель. И как рядовой слушатель я могу сказать, что я бы с удовольствием с ними ходил, как с основными. И это касается не только вот самого качества, звука, автономности, шумодава, но и микрофона. Я уже говорил неоднократно, для меня микрофон это очень важно. И вот как раз-таки микрофон прошел. В первый день я разговариваю по ним по телефону с коллегой. Мы разговаривали в течение часа. И в конце разговора я у него спрашиваю, как тебе звук? Ты меня нормально слышал? Хорошо? Он спрашивает, тестируешь снова новый телефон? И я ему отвечаю, нет, наушники. И тут он офигел. И офигел я. Да ладно, вы просто послушайте сами. Да, все, пошло. Так, это прошки первые. Значит, Евгений, нахожусь сейчас на улице. Слышно, что я на улице или нет? Нет, как будто ты в помещении. Прикольно. А сейчас я в помещение. Зайду, подожди. Послушаем, как в помещении. А, вот так я в помещении. Изменилось что-нибудь? Ну, я бы не сказал, что что-то поменялось, собственно говоря. Прикольно. Короче, суть в том, что ты меня слышишь хорошо. Как думаешь? Ну, ты сразу понял, что я в наушниках? Ну, нет. Я бы не сказал. Одинаково. То есть микрофон у них прям хороший, да? Да, микрофон очень хороший. Здесь есть это наушники. Да, я в наушниках. Я тебе говорю, вот этот микрофон прям меня очень удивил. Да, круто. Отлично. Так, Евгений, заканчивай запись. Сейчас я быстренько один на вторых. Народ, я нашел микрофон лучше, чем в AirPods вторых. До этого я думал, ну что лучше, особенно в этом ценовом диапазоне, ну точно быть не может. Но OneMo молодцы. Да вы и сами слышали. Вот пример записи с обычных компобатс. Боже, ты закручиваешь запись? Включил. Так, это обычный компобатс, не простые. Это та же компания, да? Да, это та же, но это, который дешевый вариант, который сладочный. Собственно, в данный момент я в помещении. Да? Немножко похуже, но в целом, в целом, нормально? В целом? Ну, в целом терпимо, но похуже. Разница? Сейчас я выхожу на улицу. На улице... Есть ли прерывание звука, голоса? Понимаешь то, что я говорю? Я понимаю, что ты говоришь, да. Прерывания такового нету, но просто сам звук по себе хуже стал. Ага. Я понял, что? Разница с улицей, если ты вышел, то незаметно. Незаметно. Понял, все. Тоже неплохо, но в сравнении с Прошкой просто небо и земля. Вы знаете, их микрофон меня настолько удивил, что я даже бы мог закрыть глаза на некоторые их нюансы, если бы они были. Давайте еще раз вспомним. Автономность прекрасная. Качество, комплектация, шумодав, звук, громкость, посадка, свое приложение, удобное сенсорное управление. Но вот на данный момент я без загрузения совести могу назвать это лучшим вариантом за 100 долларов. Кстати, никаких нюансов с отставанием, прерыванием или потерью в них вообще за эту неделю не было. Да и связь на самом деле просто космос. Как пример, не так давно я отдыхал на природе, положил смартфон на пледик и ушел метров на 20, разговаривая по телефону. И связь не прерывалась. А если вы вспомните, какую диапазон у синего зуба, то это вас хорошо удивит. Что касается обычной модели. Ну да, это вкладыши. Сидят они прекрасно. Плюс-минус, как вторые потцы. Как продолжение уха. Тут они постарались. Но звук так себе. Если посильнее руками надавить, становится лучше, но похоже они сильно зависимы от формы ушей. Микро, как вы уже поняли, тоже так себе. В приложении не показывается процент зарядки кейса. Нету настройки на удержание сенсора. Правда, в них также есть датчик снятия с уха. Так, басов нету. И еще глюки. Глюки при переключении треков я заметил довольно частые. Буквально 1-2 секунды. Как будто музыка начинается в первую секунду трека и как бы выворачивает ее. Я не знаю, как это объяснить, но факт. Этот глюк у меня есть. И он частый. Я пока с ними ходил вторую неделю. Никак не убрал. Но это 40 долларов. За эту цену, я думаю, что конкуренты лучше и не предложат. И это я именно про вкладыши. Если бюджет ограничен, то вопросов нет. Но если есть возможность добавить, лучше добавить. А вообще, никого не слушайте. Ни меня, ни еще кого-то. Максимум прислушивайтесь. А мнение у вас должно быть свое. Не прощаюсь. Максимум прислушивайтесь.